Сергей Анатольевич, насколько я знаю, вы были заменистром путей сообщения и отвечали за движение. То есть вы инженер тоже путей сообщения, как и я, да? Вы опытный железнодорожник, так скажем, большой у вас практический опыт. Вот приехали к нам посмотреть, что мы делаем. И вот ваше впечатление о струнной дороге, системе, о Скайвее, как инженера и как железнодорожник. Да, у меня повезло поработать на таких ответственных должностях, все-таки начальник отделения, вместитель начальника, начальник дороги. Это какой? В Сибири где-то, да? Да, в Сибири. Потом, сегодня как будучи министром, я доверил пост начальника департамента, а потом начальника департамента присоединил тоже заместителя министра. То есть возможности для заместителя министра и исполнительская функция, это начальник департамента перевозок. И это было время, когда прописывались все реформы. Реформы подразумевали оптимизацию расходов, увеличение скоростей, централизация перевозок. На этой стадии у нас много было сделано, было 5 часовых поясов на сети. То есть если ты в Москве проводил селекторное, то в Хабаровске уже подводили итоги с проделанной суток. Ну это тоже нужно было, когда этот 36-й год устанавливался тогда, соответствующими структурами. То сегодня, но все никто мог это решить. И это так решено сегодня, единый часовой класс, 18 часов московского времени. Вся сеть работает на централизацию. Единый диспетчерский центр управления, который сегодня функционирует, то есть подразумевали это Москва, сель, центров, и они управляют на всем, чтобы управляемость была лучше. Унификация весовых норм. Ну, когда это в большинстве сегодня сделано, оно в большей части не дало того результата, на который может рассчитывать, скажем, экономика. На качестве доставки груза это реально не отразилось. Ну, то есть эта проблема есть. Если сегодня в Кузбассе грузится уголь, и он 5000 расстояние едет на восток, либо на запад, он попадает под моносферные остатки, влага сушится, качество его теряется. Высокие технологические грузы, они ушли на автомобильный транспорт, легконтейнерные перевозки, ушли годом. И остались нефтеперевозки, в большинстве случаев уголь, опять же, тот не в том качестве. Ну, и, к сожалению, скорость доставки груза, она не изменилась. Она еще на ответственность железнодороги... Не 60 килограмм, а это километр в час, по-моему. А ответственность в железнодороге, она подписана еще на паровозной тяге. Это когда еще в министр был убежщик, он подписал ответственность. И то сегодня несут ответственность, когда ниже 10 километров в сутки, по кругу, то тогда и груз оплачивается, штрафные санкции. Потому что сегодня тоже тарифы на железной дороге, они, ну, трудно подаются логике определенной, и все недовольны. Почему там существовали категории первое, второе класс грузов, почему за металл? То есть, ну, вся формула была в том, что чем дороже груз, тем больше за него должны заплатить, соответственно, да. Ну, а уголь, раз он так дешевый, то, соответственно, и это всех не устраивало, да. Хотя все понимали, что затраты одинаковые. Что ввести 70 тонн металла, что 70 тонн угля, расходы в транспорте, они и те же. И, соответственно, задавали вопросы те и другие, да, допустим, как этот вопрос решить. Я думаю, что вот у вас этот вопрос не будет возникать реально. Потому что на самом деле, вот, и там задавали вопросы, разницы в этом нет. Вот у вас, на самом деле, разница, да, разница, что ввести, там, скажем, 10 тонн угля, что 10 тонн, там, слябы, ну, что-то будет, нужно перевозить. Там и там будет дешевая, ну, низко себе стоимость перевозок, и поэтому не надо завершать цену на перевозок, чтобы купить систему. То есть, нагрузка будет, да, все, то 10 тонн есть, и все. И все будет одинаково, стоите, это не нужно никаких особо заморочек. Это хорошее решение, которое, я думаю, что, может быть, я не знаю, а те оппоненты, которые вас не поддерживают, они не так глубоко знают эту ситуацию? Да нет, там причина в другом. Это конкуренты, причем они недобросовестные. Ведь никто конкуренцию не отменил. И то, что идея родилась вне, там, в Министерстве транспорта, да, вне вот тех научных учреждений, которые занимаются транспортом и так далее, я же это создал как любитель, как энтузиаст, да. Это уже это, настраивается впротив. Какой-то там самоучка, что такое придумал, да это наверняка что-то плохое. Они могут что-то короче сделать, да. Уже вот даже это заставляет так их вести себя, как они ведут. И поверят только тогда, когда мы сделаем сертифицируем и выйдем на рынок. Вот тогда поверят все, в том числе наши оппоненты. И бесполезно им что-то доказывать, надо доказать делом. Какие сроки вы видите, что-то так? Значит, ну, мы вот сертифицируем уже городскую систему и грузовую в 80-е годы. А заказы можно сейчас получать. Мы делаем предприятные работы. А уже проектно-изыскательская работа и строительство уже реальных объектов, по реальным проектам, ну, вот начнем уже в следующем году. А вот техническая состоятельность проекта, вы видели даже, как конструкторы работают, видели какие-то там иллюстрации, уже четежи, да. Ну, а то, что можно было вам показать, я показывал. Вот ваше мнение о технической состоятельности проекта. Ну, у меня вот были сомнения, то, что вы говорили, контакт для железнодорожников, главная проблема безопасности – это контакт колесо-рельс. Соответственно, путейская часть делает сильный рельс, чтобы он не изнашивался, но, соответственно, лагонная часть, колесо делает такое, чтобы его не изнашивались. И это взаимодействие всегда приводит к тому, что изнашивается либо вперед то, либо другое, и, соответственно, из носа приходит какая-то потеря безопасности. Вот техническое решение, которое вы нашли, вот именно с точки зрения стандартности, вот это совершенно другой прорыв, я бы сказал, потому что для меня, конечно же, колесо должно катиться. И обязательно должны быть зазоры, должно быть точка качения одна, допустим, да, которая вот чем меньше этих точек, да, тем меньше вот этих взаимодействий на рельсы, из нос, соответственно, да, у вас полностью колесо ложится, взаимодействует полностью, то есть это не точка какая-то, которая может горебаться, а просто лежит и не скользит, а катится, да, допустим. И вот... И, кстати, знаете, какие контакты напряжения? У железной дороги больше 10 тысяч килограмм на квадратный сантиметр, у нас по 3000 килограмм на квадратный сантиметр. Да, вот это решение совершенно новое, конечно, да, прорыв большой, чего-то этого на железной дороге реально невозможно достичь. Да, нет, там стандарты уже нельзя изменить. Весь наклонен на 1,20, колесо коническое. Да, и вагон других-то уже никак не сделаешь, да, вагону можно поднять ресурс, можно снизить износ, но это все опять упирается в деньги и опять до какого-то предела. Опять грузоподъемность, это взаимодействие с насыпью, там тоже больше не дашь. Вот 23 тонны на ойс было, 25, тоже огромные проблемы стало, 10 лет решали. Кассетные подшипники, ну, тоже что-то решают, но тоже не до конца, так скажем. Поэтому затратная часть, она и сегодня по экономике видно, что железнодорожники, они, в принципе, еще больше с каждым разом несут затраты. То есть прорыва в этом нет. Это дает возможность. Ну, сами, вот, 23 тонны вагон везет 60 тонн груза, да? Ваши капсулы 2 тонны и везет, ну, скажем, вы говорите, до 4 тонн может везти, то есть и будет. Нет, так как грузовое, если вы говорите о скоростных перевозках груза, то груз вообще идет попутно. Груз можно вообще доставлять бесплатно. Все равно ее не будет сведеть. И вот эти 2 тонны в отсеке, он может бесплатно перевезти. Либо могут пассажиры ехать бесплатно за счет того, что груза выплачена. Ну, это же такая высокологистика. Нет, это так. А вот интернет, его совсем недавно не было. Ну, он недавно появился там, да? И когда скайп появился, то все говорят, как это, можно бесплатно говорить по скайпу, да? А ведь бесплатно мы говорим. Так и здесь можно какой-то вид груза возить бесплатно за счет других видов груза. В том числе, если, допустим, будет трасса грузонапряженной и так далее, и груз будет там дорогостоящий, то вполне можно сделать по этим трассам перемещение пассажиров бесплатно. Все равно груз везется в отсеке. И рядом может быть пассажирская отсек, где сидят пассажиры. То, что требуется сегодня для экономики, это скорость, качество, цена. Это передать несколько в другие. Даже там, где может быть параллельно. Та же доставка угля. Она совершенно в другом качестве будет. Хотя это груз, который сегодня дает основную работу железнодорожникам. И потеряв ее, конечно, они сильно изменятся. Но он и решится много других проблем. Он сам по себе очень дешевый на рынке, но дорогой в доставке. И поэтому себестоимость доставки сегодня дороже, нежели его добыча. А ваш способ, он во многом его прощает. В 20 раза дешевле будет. И ее железнодорожники никак эту проблему не решают. Они решаются за счет перевозки нефти, за счет перевозки газа. Ну, то есть таких дорогих, которые накладываются. Соответственно, в этой ситуации нефтяники недовольны тем, что они переплачивают за то, что там кто-то уволит. Поэтому это решает проблему. И вот хорошо, что вы уже сегодня на такой стадии, когда реально услышаны стали. То есть у вас уже реально полигон, нас уже услышали. У вас есть поддержка сегодня. Есть и оппоненты, которых тоже надо слушать. Я думаю, они только полезными могут быть в этой ситуации. Они есть нормальные, меняемые, вот как и вы, да. А есть те, которые, ну, говорят, вполне, до свидания. Это такая система, так? С пассажирским перевозком мне очень понравилась. Логистика ваша, да, отращиваясь на самом деле, да. Потому что, ну да, сам красивый поезд, который, ну, на самом деле, вот я сам на нем пассажиром. Ну, приятно, да, допустим, сел в Москве, приехал в Питер, побывал в музеях, посмотрел, сел и с комфортом вернулся обратно. Но, опять, это море людей, море людей. Это небезопасно, небезопасно, небезопасно. Комфорт в поезде есть, но ваш комфорт будет выше. Выше будет, и время пути, там будет полтора часа. Время совершенно другое. Мы же в центре можем, и городскую систему идем. Идешь по Невскому проспекту, ну, точно с такой же, как бы, по времени, да, то есть ты от Москвы до Питера, да. То есть ты обыкновенный в очереди, ну, пассажир, человек, который продвинулся, и дальше ты перешел, просто сошел с капсулы, пошел своими ногами. Ну, тебе ничего не изменилось. Ты управляешь своим временем. Да. Тебе нету никаких проблем. Нет расписания. Пришел, сел и уехал. То есть полоскодинка уходит все время, да. И еще тоже важно, я слушал вас для себя, открывал мне такие моменты. На самом деле, поезд даже пустой не упадет, потому что он стоит в расписании. Конечно. Машинист повезет пустой поезд. Потом это все ляжет на... Стоимость проездной. Стоимость проездной. Надо купать. Потом подводить итоги. Здесь капсула не поедет пустая. Она будет стоять. А если их не хватает, будет человек. Как бы пропускные способности, провозные способности намного выше. Вы больше, чем железнодорогие. Вы убедились в этом, да? Да. Это дает возможность исключить встречные потоки. Пассажирский поезд, он пришел, он обратно обязательно будет делать маневры на встречную стрелку. Помеху следующим поездам. Потом еще куча всяких маневровых локомотивов, которые эти вагоны будут расставлять. И они еще иногда сутки стоят. Ждет, потому что он идет через сутки. Да, и скорости раз, да, еще идет через сутки. А тут сразу... Идет 4 часа, стоит, он же туда-сюда не ходит, да. Правильно. Ну, сроки строительства у нас, когда будут уже оснастки взять, когда будут отработаны технологии, скорость строительства может быть километра в сутки. Всей системы. Это как поток, поточная строительство. И даже трассу там, протяженностью, допустим, ну, тысячи километров. Могут строить три отряда. Любую дорогу, в принципе, можно за год-полтора построить. Ну, для этого надо, естественно, проектно-смертную документацию сделать, подготовить струйку. Строится, само строится, может быть, быстро. Самое трудное, что это опоры или вот натягивание? Ну, опоры, потому что фундаменты опор есть в заполоченной местности, есть в вечном месте злота и так далее. Поэтому там своя специфика. Потом, какие сложности, но опять же не относительно сложности, это путевая структура, монтаж ее. Но мы тоже можем ее монтировать по точным способам, очень быстро. Это потом натяжение струны, но тоже особого такого сложного там нет. Потому что сталь струны, но если ее расстояние будет между анкенопорами и 3 километра, надо вытянуть на 15 метров. Ну, это специфичная работа, так, которая сегодня, таких специалистов, наверное, нет. Нет, это мы сами делаем, мы же в озерах это уже делаем. У нас же в озерах было... Их тут не так много же специалистов. Нет, так много. Надо быть, дюйм, масштабы совсем реализовывать. Так это делает оснастка, а рабочие там просто ее нажимают кнопку, она это делает. Ну, то есть это не трудно будет, количество людей... Нет, это надо сделать, мы сделаем специальное оборудование, куда ты вставляешь струну, и она вытягивает на 15 метров. Потом ее устанавливается анкер в нужное место, и все, струна закреплена. То есть эта работа, ну, похожа на работу, когда напрягают, допустим, мотору, там, мостом. Это преднапряженно, что есть... Ну, вот будут использоваться строительные подразделения, которые сегодня работают, то есть вы как бы подряд, судподряд, действующие какие-то... Значит, у нас есть подрядчик на строительную работу, но ответственную работу мы будем делать сами. Тогда мы будем строить дороги, и мы на этом будем зарабатывать. И инвесторы, которые пришли к нам, они же поверили в технологию, да? И они тоже должны зарабатывать потом. Настоится дорога. Поэтому это мы должны строить. Мы должны быть генподрядчиком. А на субподрядчике мы будем нанимать, ну, на каждый вид работы, ну, свой будет субподрядчик. А самые ответственные работы мы будем делать сами, где раскрывается ноу-хау, там, где нужна специальная снастка. И мы эту снастку спроектировали, и сейчас будем изготавливать. Ну, то есть здесь, я понимаю, будет три части. Это первое, строительная, то есть инфраструктура, подвижной состав и система управления, которая будет тоже немного... Да. Центры какие-то, видимо, да? Да, так вот, тоже подвижный состав, сборка будет за нами. То есть мы будем производить фактически. Хотя алименты, многие будут покупные, они в таком виде его перейдут. Тоже ее не будет, да? А многие, там, каркас, у нас свой каркас, да? Мотор-колесо, оно свое мотор-колесо, да? Поэтому эти производства тоже мы будем организовать. Тоже вот, где Марьяногорка, в Акотехнопарке. Сервис обслуживания вот этих. Да, тоже вот эти вещи. И мы же для этого строим, чтобы потом научиться обслуживать. Каждое колесо. Конечно, не только, и дорогу же надо обслуживать, да? Вот если так предметно, скажем, вот вы называли сами, скажем, Санкт-Петербург, Москва, Сочи. Да. Три тысячи километров. Да, это можно за пару лет построить. Но в год полтора надо проектировать, потому что все опоры расстают. Пройти там десятки рев, согласовать о землеотвод. Там же уже не только государство принадлежит, есть и частников, да? С ними согласовать. То есть сделать несколько вариантов пассировки, что если, допустим, не согласуют где-то землеотвод, то мы должны пойти в другую дорогу, да? Вот эта работа, она, ну, год-полтора, иногда даже, может, два занятия работы. Потом параллельно будет идти подготовка к строительству. То, что надо разместить заказы на производство струн, металлоконструкции, на изготовление юнибусов, на целые заводы построить, чтобы их изготавливать, да? Которые уже будут потом поставлять и на другие трассы, да, а не только на эту. То есть какой-то пилотный проект должен быть в этом? Да, да, конечно. И потом можно за полтора года построить все три тысячи километров. И какая численность будет обслуживающего персонала? Она безлюдна будет. Фактически даже диспетчер, это будет автомат, это будет компьютер, так? А в случае персонала нужен ремонтники только, бригада ремонтников должна быть, так? Она будет в мастерской. У нас не дупо, большое здание, а маленькие. Мастерские, как его там били, да, типа таксопарка, да. Ремонт, ремонт, те же юнибуса, значит, эти должны быть рабочие, так? В случае персонала. Потом на станциях надо в случае персонала. И больше всего это будет уборщик, потому что надо же мыть, чистить и так далее. Все остальное будет автоматически. Водителей нет, да? Специально готовить не нужно. Не надо, ведь уже готовы. Да, не надо, да. И поэтому, ну, еще те, кто будут обслуживать трассу, то есть они, да, бригада будет периодически объезжать, смотреть там на те же юнибусы, да. Тем более, что юнибус сам будет тестировать трассу, и путевую структуру, и струнные рельсы, и опоры, и так далее. Не давать информацию, если там где-то или поломка произошла, опора, может быть, наклонилась там. Поэтому надо приехать и отремонтировать. То есть это должны быть такие ремонтники. Ну, собственно, вот и все люди, которые нужны. Пассажирская служба, нужно учет пассажиров ввести, продавать билеты. Это будет опять же автомат делать, продажа тоже будет автоматизировать на билеты. Пожелать вам успехов, спасибо, спасибо. Ну, вы вот убедились, что это все реально, да, и мы идем... Хотелось бы дожить до того времени, когда... Мы же не будем затягивать, доживете, чтобы... Это же не через сто лет будет. Больше вот увидеть, как это вот... Увидеть, и в следующем году увидимся, да. А можно мне вопрос задать? Можно. Можно? Да, да. То есть я, так сказать, давайте сейчас я задам вопрос, вот. А Анатолию Эдуардовичу еще попрошу, чтобы он тоже сегодня... А Анатолию Эдуардовичу дадим право тоже задать вопрос? Давайте, значит. Анатолий Эдуардович, что тут подошел... Да, тут подошел один наш знакомый и очень серьезный профессионал, потому что было очень много вопросов, связанных с железной дорогой, с отношениями, с взаимоотношениями струнной технологии и железных дорог, вообще как развивались железные дороги. И мы буквально сколько, две или три недели назад были в конструкторском бюро, и я могу сказать, что, ну, больше, чем профессионала железнодорожника, об этом спрашивать бесполезно, правильно? Кроме как у профессионала железнодорожника. Вот. И здесь вот подошел один очень хороший знакомый Анатолий Эдуардович Юницкого, вот, и мой теперь уже это... Бывший руководитель западно-сибирской железной дороги, бывший заместитель министра путей сообщения. Я могу сказать, что больше вот профессионала и железнодорожника, ну, наверное, представить невозможно. И я сейчас прошу, Сергей Анатольевич, можно вас туда пригласить? Теска, кстати, полный теска. А вы сейчас будете между двумя Сергеем Анатольевичем стоять. Вот. И... Друзья, то есть, Анатолий Эдуардович, у нас между двумя Сергеем Анатольевичем, тоже, что бывает не так часто. И сейчас вот такой вопрос, который я, Сергей Анатольевич, мы приехали в конструкторское бюро, вы посмотрели, вы как железнодорожник с большой буквы «Ж». То есть, с самого начала... То есть, ну, больше, чем вас, профессионалы, я помню вас еще 25 лет назад на западно-сибирской дороге. По-землячески ко мне так относишься, как к сибиряк, к сибиряку, так? Ну, мы же все... Кузидеева, да. И просто Сергей Анатольевич, он отвечал не просто в министерстве, знаете, там сейчас много, особенно сейчас, кто руководит. Там до этого разведчики руководили железной дороги, теперь вообще финансисты. Но мы не будем критиковать, мы говорим о другом совершенно. Не критикуем. Просто сегодня, вот если управляют те, кто железной дороги, имеют, ну, скажем так, никакое отношение. А Сергей Анатольевич как раз профессионал, и он отвечал в министерстве за движение, за логистику, за просто более профессионала найти трудно. И вот мой вопрос, Сергей Анатольевич, вы посмотрели, вы увидели, как работает конструкторское бюро, как строится полигон, вы увидели, что делается. Я могу сказать, первое, вы увидели в этом будущее железной дороги? И второй вопрос, вы вообще в этом увидели серьезную работу, или это детский сад? И я хотел бы еще немножко добавить. Нет, нет, добавить. Нет, нет, это у меня есть. Год назад я был единственным сотрудником того предприятия, которое вы посетили год назад. Ну и сейчас. Прошу прощения, я не готовился выступать, но поскольку у меня предложили... У нас вообще тут все по-домашнему, Сергей Анатольевич. Тем более, я смотрю, обстановка такая творческая, вопросы неожиданные. Я об этом транспорте знал еще в начале 2000-х годов. Ну, здесь уже рассказывали о озере, где был первый эксперимент успешный. Ну, тогда я был настоящим железнодорожником, у нас были реформы. И я один из тех, кто... Вы помните, наверное, министра путей сообщения Аксененко. Вот он эти реформы начинал, и тогда была задача оптимизировать расходы, сделать перевозки доступными, и так далее, и так далее. Все это хорошо знают, чего, к сожалению, пока не получилось, и на пригородных перевозках это видно всему. Ну, и я отвечал за заместитель министра движения, начальник департамента перевозок, за эксплуатацию. Ну, естественно, нужно было тяжелые поезда, скорости, расходную часть убирать, и так далее. Ну, и много удалось сделать, но, к сожалению, результата не получилось. Того, который... Я тогда видел, что не получится, потому что очень большая нагрузка на железную дорогу. А скорость какая в движении? Нет, ну, есть скорость участковая, есть грузовая скорость. Грузовая какая? Да, грузовая скорость, она равна, там, 19 километров в сутки. В 19 веке была выше? Да, нет, это было еще... Да, доставка груза, она, эта скорость, она не меняется, и сегодня такой же осталась. Она была рассчитана на паровозную тягу, сегодня уже есть электровозы. И тогда вот, ну, просто как в литературе прочитал очень красивые картинки, посмотрел фотографии, не только картинки, а уже фотографии, реально подтвержденный ЗИЛ на струнах двигается. Ну, и потом я занимался уже практическими делами, то есть из министерства ушел, занимался, ну, будем, своей компанией, грузовой компанией. То есть то, что вот теоретически было, занимался операторской работой, то есть компания «Новотранс», перевозки, то есть частный бизнес и так далее. Ну, тоже многого там не удалось достичь по ряду причин, потому что нету реальных условий для этого. Ну, и вот мне предложили посмотреть, что прошло за 10 лет. Я был месяц назад в Минске, познакомился с коллективом. И когда я видел картинки, мне казалось, что да, на компьютере, сегодня многое можно показать, и очень быстро это все менялось, и красиво было, выглядело все. Ну, мы спустились, и там три этажа, серьезный коллектив. Я задал много вопросов, и искал корень решения вопроса, в чем вот изюминка, да, струны, понятно, экология, скорость. За счет чего скорость? Я вот увидел, ну, то есть у меня тоже была проблема, когда, вот вы помните, наверное, при Аксеньке скоростной поезд «Сокол». Ну, сейчас «Сапсан» и не наша. Тогда была теория «Сокол» должен быть с такой же скоростью. Он не пошел, скорости не хватало. Я увидел, что двигателем является колесо, то есть мотор-колесо. Оно решает много проблем, дает возможность скоростей. И тогда на все вопросы, которые у меня возникали, я задал и получил на все ответы. На самом деле. Это же опирание. Вас удивило, что здесь. Да, я удивил, да. То есть была проблема в том, что скорость, большая, ну, в общем, сложная передача в шестеренках, в тяге, вот, от двигателя передать на колесо. А здесь решение вот именно такое прорывное. На самом деле, может быть, сегодня то, вот, что нарисовано, и так в голове все это, ну, ясно. На самом деле, кажется, это далекая перспектива. Хотя проблемы, которые есть сегодня у транспорта, они подсказывают, что нужно просто перешагнуть. Это вот как вот есть поколение, ну, уровень класс один, второй, третий. Ну, это уже, наверное, какой-то десятый, может, класс. Просто нужно решение, которое должен принять, ну, соответствующий уровень руководства, чтобы шагнуть на эту ступеньку и подняться. Конечно, силы потребуются, расходы приличные, но совершенно несравнимы расходы. Те вот сегодня мы сравнивали поездки Сапсана. Да, быстро, комфортно, хорошо, но масса этого поезда, практически энергия, то, что сколько там людей перевозится, то вся энергия уходит больше на то, что перевезти сам этот Сапсан, сколько по его весу, и все расходы с этим связаны. Здесь же совершенно другая технология. Здесь в основном энергия затрачивается на то, чтобы перевозить пассажира, груз и реализовать скорости. Я все время смотрю на Тару, вагон. Вот сегодня тоже на железной дороге. 60-62 тонны, едет 36 человек. Потом тянет электровоз весом 200-250 тонн. Тоже делите на пассажир. Получается, две тонны железа, две тонны, везут одного пассажира весом 80 килограмм. Кого везет железо на дорогу? Себя везут. На себя тратят энергию, сама себя из нашего, те же рельсы, шпалы и так далее. У нас где-то на пассажира 150 килограмм железа. Вот эта логика, вот рассуждение, она как раз дает возможность решить проблему. Потому что сегодня проблему, ну многое можно сделать, но все равно сегодня нужно у государства брать деньги, чтобы доплачивать пассажиру за его поездки. Реально человек не может рассчитаться. Или, ну, в общем-то дорого очень будет стоить. Сегодня за счет грузов каким-то образом это все. Ну, тоже владельцы груза тоже не согласны с этим за счет того, чтобы платить за перевозки своего груза, плюс еще и пассажирам оплачивать. И как-то это все неконкретно. А здесь вот оно по своей цене, по своей себестоимости, по расходной части, оно как бы дает возможность реально рассчитывать на, возможность оплачивать те расходы, которые несет этот транспорт на перевозку конкретного человека. То есть открытая экономика. Сергей Анатольевич, еще вопрос. Можно, да, так сказать, разрешите еще, да? Пока два. Тут просто тут ребята задавали вопросы. То есть сейчас не то, что пользуемся случаем, а когда задают вопросы, то понимаете, что интересно слушать, когда профессионал, потому что большего профессионала, чем Сергей Анатольевич, трудно представить в железной дороге. Наверное. Многое, заканчивай. Я уже 10 лет не железнодорожник такой. Железнодорожники, все, какие там были, они так и работают. И второй, это Анатоль Дуадович, тоже профессионал. То есть вот это интересно, я специально показываю, что уровень вопроса, уровень ответа, потому что когда начинают задавать вопрос, сдует, не сдует, порвется, не порвется, это, конечно, для человека, который... Не сдует и не порвется. Да, ну это точно. То есть люди, которым лень почитать на сайте, они приходят и они смотрят. Поэтому сейчас вопрос более каверзный, Сергей Анатольевич. Это мы еще с Поддавашкиным, когда мы с Анатолием Дуадовичем ходили к Аксюнин, когда он сказал, что шпал нету, железной дороги быть нету. Проговорил, я же говорю, не буду называть фамилию, он взял названную. Так вот, смотрите, вопрос. Когда мы обсуждали, Аксюнин отвечал как раз за объемы перевозки в министерстве, он тоже заместитель министра на тот момент был. И мы когда обсуждали вопрос по возможностям Skyway, тогда это назывались струнные технологии, я ему тогда говорил, сколько вы собираетесь возить по Транссибу? Тогда возили 100 миллионов тонн, потом подняли до 115, и предел 118. Сегодня подошли к пределу. Сейчас просят из бюджета 2 триллиона рублей, чтобы увеличить до 250 миллионов тонн. Так, Сергей Анатольевич? Ну так. Ну то есть эти планы есть. И представляете, да, потратить весь фонд будущих поколений для того, чтобы удвоить то, что строилось при Николае, при Александре Третьем 150 лет назад. Чтобы поднять скорость на 1 километр в час на Транссибе, нужно вложить 2 миллиарда долларов. На 1 километр. Да, да, да. Потом на 100 поднять, на 200 миллиардов долларов. Я сейчас задаю такой сложный вопрос, а Сергею Анатольевичу надо будет только сказать да или нет, я сразу извиняюсь так сказать. Так вот, смотрите, Сергей Анатольевич, а сейчас вопрос, то, что делает Skyway, то, что делает система Евраз-Транснет, то есть евразийская система, это компания, которая сливает технологии на рынок. По нашим расчетам, Анатолий Анатольевич, сколько будет с востока на запад идти грузов? Ну, не менее, наверное, трех миллиардов тонн по этой сети. Вы имеете в виду год? Да, год. Ну, где-то больше миллиарда потребностей. Это уже Китай, Индия, плюс холода. Да, плюс холода. Так сказать, то есть это уйдет, вообще по нашим расчетам 5 триллионов, ну 5 не будем пугать, хотя бы 3 триллиона. Вот я могу сказать. Миллиарды. Миллиарды, извините. 5 миллиардов тонн, да. Сергей Андреевич, как Вы считаете, железная дорога теоретически может сегодня выйти на объем перевозок в 20 раз больше через евразийское пространство? И какие затраты для этого вообще понадобятся? Ну, тут слово «да-нет» я бы не хотел так просто. Дело еще вот в чем. Дело сегодня не столько в объемах по железной дороге, а в качестве. Ну вот главная перевозка, главный груз для железнодорожников – это уголь. И сегодня угольщики научились добывать его так и готовить его на месте в таком качестве, что, ну, в общем, вопросов нет. И осушают, и очищают, и размеры нужные, и продают его таким. Но таким он до потребителя не доходит, потому что его грузят раз, загружают два. Пока он идет, он попадает с Кузбасса, он пошел на Дальний Восток. Идет 5 тысяч километров, попадает с одного пояса, дожди и все так далее. Все это… Это я просто иллюстрацию пока вы тут говорили. Там экскаватор, там бульдозер, еще раз перелопачивают. Сейчас экология. Сейчас запретили строить порт, потому что отугольная пыль, она идет в город, нужно сделать крышу. Я плохо себе представляю, как это вот огромный склад угля, значит, в крышу. Ну и само по себе качество. То есть, когда уголь добыли, осушили и потом везли, заморозили, промочили, переворошили, то есть он пришел уже совершенно другого качества. И угольщики получили другие деньги. Не те, которые потратили, а те, которые им по месту получатель уже рассчитался по факту, то, что получил. Это другой груз. Поэтому сегодня вопрос стоит не в том только, лишь чтобы перевести эти объемы. Качество транспорта. Надо качество. То есть, если про объемы говорить, то вот как раз, скажем, конец 80, самый большой объем перевозок были в 88 году. Это тогда, когда вагоны сами себе уже мешали. То есть, было вагонов столько, и когда груз кончился, вагоны остановились. То есть, места вагонам на железной дороге не было. Нужно было ставить их на главные пути. Тогда их сбрасывали, там, разделывали, освобождались от них. То есть, вагоны, если идти за объемами, то в какой-то момент вагоны становятся сами себе мешать. Поэтому это не выход за объемами гнации. И важно сегодня привести качество. если потребность такая есть. Она есть. Потребность есть. Мы сегодня говорим. Мы добыли уголь, дали ему качество. А привезли его... Добыли миллиард тонн. В Кузбассе и в Китае. И они добывают два миллиарда тонн. Им нужен уголь. В два раза меньше. Завезем мы миллиард тонн на железной дороге. Да нет, не перевезем. Если даже надо будет, не перевезем. То есть, надо решение принимать, которое дает возможность... Решение есть. ...качество. А на качестве делать объемы. Потому что просто делать объемы, это дело того времени, когда был Советский Союз. А объем тоже нужен. Вопрос такой. Значит, сегодняшняя традиционная железная дорога эти потребности, эти вопросы решить не может. Второй вопрос, который мы обсуждали... А можно пояснить, почему основная причина? Да, конечно. Железнодородники работают поезда, металлогика, железнодорогика. Должен быть поезд. А есть еще понятие продуктопровод. Вот нефтяная труба, она же не имеет поезда, или газовая труба, или водопровод, или конвейер промышленный. У нас фактически SkyWay это продуктопровод, он имеет другие характеристики. Они гонятся за непроизводительностью, а вот побольше вагон, побольше на кузит, а мы за другим. Идет непрерывно, малыми количествами, и в результате производительность... И цена. И цена, и качество перевозок получаются. И чтобы 100 миллионов тонн, допустим, нефти качать, ну, наверное, нужна труба, наверное, диаметом 1 метр. Не 100 миллионов тонн в год, а от представителей Трансибирского магистрата, чтобы ввозить 100 миллионов тонн, сколько нужно поездов, лейстов, шпалов, мостов, путепроводов. Поэтому мы работаем в логике продуктопровода, и мы можем, если надо, там вот были картинки, перевести миллиард тонн в год по одной трассе. В логике продуктопровода. Спасибо. Я тоже был... Ну, и, Крентон, то, что мы тогда проговорили, сделали, то есть ваше общее, теперь, я думаю, это интересует всех, ваше просто личное впечатление. Опора, спрашивали, как в карах. Вот один из вариантов дом, где они являются. Сергей Анатольевич, вагоны идут пустые. То есть у меня была мысль убрать эти расходы, и тогда он... Ну, то есть она тоже немножко такая из фантазии, фантастическая, как для железнодорожников. Для меня самого, если бы я внешне сидел там, напротив себя, удивился бы, что он говорит. Перевозить уголь в контейнере. Я с этой мыслью приехал. Анатолий Артольевич посоветовался. А можно сделать так, чтобы вот контейнер мы довезем до Уссурийска, скажем, а там вот с помощью ваших струнных технологий этот контейнер будет уже на Дальний Восток и прямо грузиться в пароход и отправляться, куда нужно. А дальше в этот же контейнер будем грузы, и вот уберем расходы ненужные, порожние пробеги ликвидируем, встречные друг к другу, высвободим пропускные способности. Мы говорим, а сколько нужно вот этих контейнеров? Ну, я так думаю, сейчас пока, ну, скажем, тысячу в месяц. Мы говорим, ну, разделили, сколько, значит. Какой интервал будет? Практически 30 контейнеров в день нужно будет отвезти на расстояние 100. Ну, это просто мы построим линию, которая не будет работать. Контейнер прицепить к этой струнной технологии проблем, говорит, нету. Но это нужно ли делать такое? Я тогда понял, что да. То есть совместить, вот одно решение с другим будет совсем несколько неправильным. Поэтому нужно не полумерами шагать и делать вот то, что сегодня оптимизировать. Да, надо убирать ненужные расходы. А нужно сделать так, прорывное, чтобы подняться, и железная дорога должна доживать свой груз и возить то, что у нее есть. А новые технологии должны принять тот груз, который сегодня реально напрашивается перевозить в других условиях. Вот я бы так сказал. Друзья, вот это, я могу сказать, дорогого стоит. Кстати, эта логика вот после посещения нашего предприятия изменилась. Ну да, я ехал себе союзника найти и думаю, как-то вот это дело решить. А решил так, что, в общем-то, это полумеры и делать этим не стоит. Оно не заслуживает этого. Нужно делать шаг просто-напросто на следующую ступеньку. Сергей Анатольевич, давайте все поблагодарим за то, что такого уровня и такие специалисты и профессионалы с нами. Антон, сейчас не вас...